Напомню содержание предыдущей лекции, что такое перечислимое, множество, что такое решимое, и я по философствуюсь. То есть, после сегодняшнего занятия вы поймете, что есть некоторое количество теорем, которые хочется доказать. Доказательства которых сегодня не прозвучат, но которые, что называется, хочется узнать. И дальше, я надеюсь, в течение этого учебного года, либо найду специалиста, вообще человек, которого я очень люблю, живет во Франции, Александр Ханевич Шейн. Он написал трехтонник по этому поводу. Всю женщину занимается этим заниманием, не только этим, но и часто этим занимается. Работал на кафедре логики Мехмата, сейчас работает в университете Монбелье во Франции. Пишет всякие популярные книжки для школьников и так далее. Самое правильное было бы, если бы в какой-то момент, что называется, он бы стал читать эти лекции, а с другой стороны, он бы, что называется, Монбелье, это Монбелье. Надеюсь, что он, когда-нибудь все-таки приедет и прочитает. До этого, господа, программа такая. Я сегодня постараюсь объяснить, что такое теорема о полноте, и что такое теорема о неполно. Что такое логика первого порядка? Что такое формальная арифметика? Что такое нестандартная модель формальной арифметики? Ну и что-то, что такое теорема о полноте. Надеюсь, вы сегодня все-таки все-таки я вам показали. Программа сегодня в результате, с одной стороны, несложная, действительно несложная, это будет все абсолютно понятно. С другой стороны, это такая немножко философская, потому что все-таки многие доказательства на самом деле я опущу. Фундаментально важным для всего нашего рассказа является понятие. Вычислимая функция. Это функция, для которой есть алгоритм, который ее вычисляет. Хотите компьютерная программа, хотите какой-то другой алгоритм, но какая-то, что называется, четко заданная последовательность действий, не взывающая никаким внешним источникам информации, которые вычисляют функцию. И вычислимая функция. Следующее понятие. Область определения вычислимой функции. Это так называемое перечислимое множество. Или то же самое область значений. Представьте себе, что у вас есть какой-то алгоритм, который иногда печатает число. Вот взял и допечатал число, потом еще какое-то число, потом еще какое-то. И так далее, и так далее. В какой-то момент он может долго не работать. То есть, если он тут и себя охотает, но ничего не выдает. И вы не знаете, он там выдаст еще или не выдаст. И так далее, и так далее. Это называется перечислимое множество. Это было в прошлый раз. Я подробно объяснял, что это такое перечислимое множество. А если вы умеете по любому натуральному числу определять через какое-то время, принадлежит нам или не принадлежит множеству, то это называется разрешимое множество. Разрешимое. Замечательно. В прошлый раз было такое понятие характеристическая функция. Когда перечислимое множество, то возникает такая характеристическая функция. Единица, если рассматривать элемент, принадлежит множеству, не определено, давайте это назвать полу-характеристическая функция, не определено, если х не принадлежит а. Вот такая функция должна быть вычислима для того, чтобы множество а называли вычислимым. То есть, обратите внимание, вы идете по крайней оси, и в какой-то момент дошли до числа х, вы задаете компьютеру вопрос, х принадлежит множеству а. Так вот, если принадлежит, то компьютер когда-нибудь на этот вопрос ответит от родителей. Если не принадлежит, то он вам вообще ничего не принадлежит. Просто не принадлежит на функции, и все, он будет молчать, но вы не будете знать, а на самом деле принадлежит, не принадлежит. Замечательно. Что значит должство разрешимое? Это другая функция, которую называют характеристическая функция, должна быть вычислимой. Она определена намного понятнее. Единица, если и х принадлежит а. Ноль, если и х не принадлежит множеству а. Вот. Итак, функция g вычислимая, в таком случае множество называют перечислимой. Функция хи а.т. вычислимая, в таком случае множество называют разрешимой. Обратите внимание, очевидно, что если бы нам дали разрешимое множество, то она перечислимая. Почему? Потому что вы можете, имея вот эту функцию, когда получаете ноль, просто договориться, молчать, его никому не говорить. И все, получается, что вы получили вот, ну, получились вычислять функцию решения. Чтобы множество перечислимое было разрешимое, нужно, чтобы выполнялось следующее условие. Если множество и его дополнение перечислимые, то в таком случае множество разрешимое. Ну, давайте обсудим. Это тоже в прошлом раз было, но это нужно быстро повторить. Дело в том, что если множество а разрешимое, то очевидное и дополнение. Ведь характеристические функции дополнения, получается, просто надо здесь поменять нестами единицу и ноль. То есть единичку надо вычистить, это один минус один ноль, один минус ноль это один ноль. То есть если вы знаете, что множество а разрешимо, то у вас эти оба будут разрешимыми, а значит и перечислимыми. А вот наоборот, если вы знаете, что это перечислимо, и это перечислимо, как по нечто это разрешено? То очень легко разобрать. Потому что задаете компьютеру вопрос, элемент принадлежит а, это одному компьютеру, и элемент принадлежит дополнению, другому компьютеру. Какой-нибудь ответ даст. Ну, соответственно, вы какой ответ получили, вы получили ответ от того компьютера, который перечисляет множество а, значит, вот принадлежим. Если вы получили ответ от этого, значит, не будет. Ну, вот все. Такое напоминает.